Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 У них в самом сердце центре города таких отель с таким двориком, с таким гербом и с популярностью у туристов и у всех людей, так что они заслужили это. Что там, дворик? Ничего такого, чтоб я бачила, что вам показать. Ну все, идем далей. Мы взвернули крышу, вот закончилась я в улице диджеев, и мы еще не ступили на и почали исти попелись. И зауваживали, что тут сквер, где я колеса путевала от своих приступов на карте, и где находится польская и французская амбассада. Здесь тостите кавая, какие-то базарчик, пусть там какой-то базарчик, агенчики. И давайте зараз туда пройдемся и поглядем, что там такое. Ну что, мы бачим? Ну что, мы бачим? Ну он добрый. Управить горячий. Да, конечно, как здесь, горячий. Ну это добро, что про людей подумали, что им захочется перекусить, ну хотя бы горбаты, кавы. Ну мы бачим такую вот подсвеченную аллею. Тут агенчиков гэты ранее не было. Исменяй, кукуняй. Всякие вот здесь у нас. Играя музыка. Это добро. Ой, мы идем под такой, такой колеровым дахом. Здесь, наверное, твои любимые эти блинцы, блинцы. Я хотела еще показать, что это древо. Мы колись и днем тут, колись, может не зимой, может по весне. Ой, я еще мару по весне вернуться в иншую краину. Так вот, такое древо тут, гэтат польская амбасада так разменяю. Оно такое пригоже. Мы повесили такие, такие сердце. Во! Такое древо еще в сердцах. Это вельми пригоже глядится у натуры. Не веду, как камера передает или нет. Ну, ось такая вот у нас аллейка. Там помненько Адаму Нискевичу. Помненько Адаму Нискевичу. Мы колись днем сюда приедем, колись. Тут еще кое-что цикавое есть. Тут, я думаю, это фонтаны, не будет потом вода. Тут будет, ну, пригоже я в Меркулию будет. Добро. Пойдем далей. Вернемся на улицу Пилес. Вертаемся. И пойдем по ней далей. Итак, по Пилесу мы дальше шли до гэтага Т-образного перекрыжевания. Где такая пригожая ресторация. И бачим, тут стоит великая черга. Я очень не веду, куди эта черга. Потому что там собор. А ты можно пройти, поглядеть? Мне просто интересно. Куди люди могут стоять в такую чергу? Выстроились. Может, какой крестный ход пошел туда? Вот они стояли, ой, сбираются и снова. Гляньте. А сейчас испытаю. Скажите, а куда идут эти люди? Куда идут? Скажите, а куда вы идете? Куда? А куда вы идете? Это тут некая инсталляция. А где, где? Инсталляция там, да? Цветочная инсталляция. Какая инсталляция? Ну, какая-то цветочная инсталляция. Всех на нее хотят поглядеть. Идти? Нет? Нет. Мы инсталляцию там поглядим. На кафедраль. Видите, сколько тут всяких разных инсталляций? Но меня порадовало, что люди идут на инсталляцию, а не куда идти на... Ну, хай гуляют. А инсталляция – это пригожая, это интересно. Ну, пусть поглядят. Меня это порадовало. Я спочатку пожаловала, что... Готовы стоять в черзе? Ну, готовы стоять в черзе, идут. Али худко рухается черга. Тобок, это они там быстро и худко глядят. Просто неведны, откуда ринуться. Я хочу додать еще, что у разных местах Вильнии в этой дне, с 25 по 28, сегодня прошлый день, приблизно с 18 до 23, в разных местах подрихтовали фестиваль святла и в разных инсталляциях. И тому, у кого есть, куда пойти, тот и где. И, насколько я веду, вот на Ратушной, потом на Кафедральной, на башне Гедемина, мы, конечно, поглядим и подойдем, вам покажем, и сами поглядим. Али я так само ведаю, что на теле башне... Ух ты, здесь яки! Это ж мой... Это ж мой ростер, не? Ну, ой. Ну, мой это я так, шутка. Огощи. Огощи. И яны... Яны, зараз мы тут крик вспомнимся, я договорю, а то у меня уже дыхает. Дыхает. И теле башня, гадовину якой, там, защиту якой, незалежности только 13-х студиями святковали, было написано в интернете, что она будет там посещена яка, летающая толерка. Было бы интересно, конечно, там туда тратить, а Лена расположена вельми, вельми далеко. Я не имею в виду, кто туда добирается, но мы туда, конечно, уже не пойдем. О, мы шмаканы! Кушаем! Дякую! Дякую! О, не шаги! 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 Дякую! О, не шаги! И вас так само, не шаги! Это же не ваше! Господи! Так, правильно! И нас так само, да! Это называется развитание с родимой, прощание с родиной! Да! Дякую, дякую! О, что! Ну вот, это такие знакомые Олега, да? Расскажи, что я с ним уже украинский гимн спевал, и он где-то, ну, он и украинский, и белорусский, и российский песни, и марши, так сказать, вальсы. Чудик стоит. Как-то я ему, ну, я ему случайно кидаю монетку, и как-то я все, потом все, я говорю, вот, выбор заказать, вот раз, я говорю, ну, попросите, вот, сыграть, по-насадинскому, и вот сейчас, да, по-насадинскому. Ой, такие, да, 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 так, я сняла пару собачек, собачки мне тут вовы, яны, яны на другом месте после людей, Навет детей меньше. Мы провели эксперимент с Олегом, одной часы, сидя в чудном кафе. Колявок, да, напились, да. Такой вечер был. Ну, не светочный, да, мы не напились, а сидели на улице, пились, так. Так, и пошли, засекли где-то годину, и, ну, не полгодина, сорок вилен, так, докладно. Мы лечили кольки, пройдут людей с детьми, с колясками. Миновито с колясками, так. Дети к общеделью коляски, а не ножками с. И собачками кольки на палатке. И что вы думаете? С большим перевесом свалитель победили собачки, спировагой перемогли собаки. над нами у небе вон она башня глядите ось и на тюль это спочатку были сепились ось над ей робятся променями робятся разные проекции у неба пока я бачу только круг бах меняется ось пошли крутится это называется корона спроменями корона над башней Гедемина ну пропоную пройти долей а мне подавалось слово этого музыканта, он сказал что это же и ваше свято то есть он вильна это и наше ворота, и наше олег говорится святым вас но он понял сразумев, что мы из Беларуси он сказал это и самое ваше свято не какие люди? священки ничего себе привет привет сколько лет сколько лет вы тут не спешаетесь нет нет не спешаетесь мы 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 свято пришли сдавать мы зашли на кафедральную площадь начинай рухаться так что он родит подарунок подержали ой здесь не текало ну а тем часом мы тут сестрели ой сестрели сестрели людей каких ну как бы людей из Беларуси каких не бачили просто я особисто не бачила просто десятки может годов лет двадцать двадцать пять может и тут мы пришли на кафедральную вось мы и показан вам гэтую инсталляцию на стенах на стенах кафедрального собора так кафедральный собор это называется так вось памятник Гедемину а вось тот называется палац правителей великого княжества Литовского який был одновленный який был одновленный пасля навод открытия этого помника ну давайте инсталляцию сначала дымим давайте поглядим что тут нам показывают требуется на приступках ой как вам пошинцовала от одной площади до иншей вы с нами прошли от ратушной до кафедральной и поглядели что там показывается что тут тут называется портал портал часу городок символи литвы белочервоно-белых колерах короче которые в принципе тут траважные колеры червоны желтые зеленые телевиза 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 прям на нас наезжает телевиза возле дай дай мы так и наек летающая тарел талерка и там герб о погоня да это павел детовская нас белорусский так само символи да и какие-то эпизоды с историей о як прыгу а вон там это едемин едемин герб едемина поглядите тут что иди это какая-то видимо летопись что некий текст да летопись это какие-то иероглифы это не славянская это некая уже не русская мова не так все у колеров таких у поравнания на ратуше конечно я покажу стоять вот в этой некольки проекторов там вот они может и свечет про 70 год ой какие прыгожи эти воздушные шары такие баллонс уходят уходят у неба меч у едемина светится как волшебный так да мы уходим где-то меньше людей портал 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 Початок, потому что люди, которые посмотрели, так само все ходят. Ну, мы можем крыхуть так дочекаться початку, с чего починается. Але весь, конечно, всю инсталляцию так само не будем вас затремливать. До речи, я хочу сказать, что в 25-го так само отбылась молитва в этом федеральном саборе, где там, я не памятаю, в окольке, то хотела туда и так само в охоте. В охот был бесплатный, але требовало зарегистровацца на сайте действия. Так само, а кроме этого, о, починается, глядя. Я потом да расскажу, что, вот, что и окромяга этого. Давайте поглядя, что ты будешь коментовать? Погляди, это древние какие-то часы, эти что? Это и окражда, вот и свечи могут быть, свечи не проводят, а пристава не проводят. Там негде есть, то есть ее сгадывается. Перо, перо какое? Ты тогда написал письмо. Листы, гэты, да? Можем едемин. А? О, чермильница. Сыны такие. А вон волк, вывел волк, а сейчас вывел, да? О, да. О. О. Вот ты им разповедешь нам? О, и такая прихожая, месяц, який прихожий. А, волк вывел и сказал, что мне не копай никакого города доброго. Мне скучно, мне сумно жить без некого цикавого, чудовного города, где люди могут встретить один-одного. И який может принимать людей из разных краин, и каусим будя доброзачливые. Вот, бачите? Я, пожалуйста, вам, фейлисты, кой не писал хедемин, разослав европейским городам, из каких уцелел только копия зрения. Но вот эту копию, сам лист, отчинена выставка у замка на горе Гедемина 8. Эта выставка платная. А год платный, но она будет работать с 25 студента по 27 и она будет работать с 23 годом. Тобок больше полового года. А, да, вот она. Вот вам, кто ее дрен набачу, поглядите. Крупным планом, нехаленаска. У нас программа у нее есть? Словы-то икона. Мы еще не спачали, где есть нашу прогулку. А вот святой Анны, да. Мы с вами больше наведаем, когда нибудь все вам покажем. А, это символы и наилепшие... Наилепшие достопримечательности Вильню. Это символы и в этой выставке уход платный. И туда можно будет зайти, послухать, почитать и поглядеть в этот лист. Так что, коли вы собираетесь наведать Вильню тягом этого часа, то ведаете, что у башни Гедемина я не ведаю кошт квитков. На сайте его не было сказано. Можно доведаться в интернете, а либо тут на месте. А вы нашу видать? А, кроме этого, я уже сказала, что вот здесь правее находится этот палас правителей Великого князца Литовского. Он правильно называется? И там есть Великий двор, в котором мы, когда он не закончил, мы завернем. 25-го студия, в 16-е годы, там был открыт помник, который называется заветы князя Великого Великого князя Гедемина Вильни и Литве. Вот так он просто и называется. Поглядем, что за помник, и зараз он станет так само одним из самых головных цикавых мест Вильни, якие все туристы будут стараться наведать. Давайте завернем увагу, и я завернула, что из-за того, что здесь инсталляция, как было лепш бацана, светло в окол, уща площадь, она как бы утемры, неправильно, и на вот вежа, она так само стоит неподсвеченная, так? Неподсвеченная вежа, хотя у иншие дни я на вельме прыгожа подсвечивается по вечерах и так само меняется гэтая подсветка. Сейчас сменяется. Это что у нас зараз? Что это? Вода? Это лес? Как? Лес? Лес? Ой, зеленый еще. Ой, это прыгожа. А вот, что там уже? Мы это уже бачили, это какие-то дрончики поднимаются. А-а-а-а! Как бачили? Мы пришли было черепона. Вот это было он вертилятор прошел, что он проснулся сюда. А, ну так, ну и добра. Ну и добра, что она такая не вельми долгая, и можно цикл поглядеть, это до речи приводит до того, что люди изменяются и не накапливаются здесь шмат людей, потому что колейные поглядели, они все ходят с детками, с собаками, и как бы не тепло, ну хотя 0 градусов для студии нет вообще тепло. Да, да, вот все уже пошло. Ну мы с вами как-то уже бачили, потому что мы, потому мы давайте с вами уже пройдем мы, что у нас есть у плянах, такое жадание, поглядеть, я еще раз напомню, может стать вот с этого боку, ну, мы вырешили, видите, мы вырешили, чему как не у день народжения Вильниса не рассказать вам про гэтый помняк больше подробязно, потому что мы уже ходили не одной че тут, и показывали вам и днем, и ночью, и волка, ну, давай, здесь меньше людей. скажи, калиласка, ну, что ты можешь сказать про гэтый помняк? Ну, и он любитикавый и уникальный, потому что я проявил историю, и он сам вот помняк, сделанный литовским архитектором с Америки. Литовского происхождения, так? Виталовская Кашуба. Кашуба, да, Виталовская прозвища. Да, да, да. Вот он сам помняк вот эти конь и гитимин, длитые нити в Белоруссии. А да, ведаете? Помняк о длитые в Белоруссии. Да, в 96-м году он был в Сталеване. 96-м А вот постамент вот этот, да, эти камни, гранит для этого постамента это пришел из Украины и тагочастный президент Украины подаровал его Леонид Кучва. Леонид Кучва подаровал его нити. Эти камни. Вот такие камни. А я вам считаю это уникальный. Это один, и хоть все за счет вас сведен, эти камни проводыру конный, да, где сам проводыр не на кони, а побочь. Ну и у него еще такая уникальность, что этот гитимин тримая свой меч левой рукой залезой, как раз, не за рукоятку, залезой. Да, очень интересно, что не правой рукой за рукоятку, а левой из-за лезвия. Ну и конечно же вот этот вот сюжет, вот это вот все, это мая певность историчной коронии, они связаны с легендой, очень интересная легенда, которая дает отказ и на то, почему здесь в ней город, почему мне гитимин, по легенде, гитимин тут поливал и ночевал вот на этой горе, она тогда называлась лысая, вот здесь стоит помник, где стоит, в смысле, башня Гитимина, где будет замок, вот, и ему ночью приснился железный волк, такие вельми, мощный ров, вот это, вот это, вот это, вот это, вот черный волк, там он не железный, он каменный, а вот он таки был, короче, и гитимин ночью, проснувшись, просил, пламотшенью своего там, наближеного колдуна волква, вот, что означает, это и сон, и кто ему сказал, что сон, вот этот волк, а нестворяя, будучи город, будучи крепость, якую, какую ты тут побудуешь, она будет такая мостная, как ты волк, вот, тому вот смело будуть тут, на этом месте, город, что гитимин изробил, и перонес сюда, в столицу, вели как у меня столицу, она была в новогрудку, потом была в тракай, вот, и, бил на перонес, и я на этой горе побудовал, замок, да, на этой горе, мы зараз до ее подойдем, вот, муром мощным каменным, там, там, это сам замок побудовал на верте, а внизу, отрывался, доброе такое место, это вот, на вслиянии, дороги, нябис, и древей, и древяй, вот, в этом жутном месте, пошел вдувался в город, так само ее обкручили, крепостью и стеной, поранили от ворогов, нет, это стала новая столица, дикого княжства Литовского, это было, вот, в 1323 году, в 23-м годе, это хоть еще было ранее, ранее, да, город был основан, крупно ранее, да, конечно, в 23-м, вот, первая сгадка проехала, ну, вот, вот, там, там, где Мин правил до 1342 года, загинул в военно-войсковом походе, приезжательный, одно немецкого города, он, он был воярцем, правдой, поширал свое, свое княжство, и, как раз при им, долучились это княжство земли, и минские, и перастейские, потому что оно поширалось, и на всход, и на заход, и на ползин. Там у той музыки и сказал, «А, это так само и ваше свято». Конечно. Ну, добро. Всех, у всех веншуем с этим огульным святом. Ну, а теперь, вот, когда приходит, повесить, как светится, да, и меч так светится. Где она ближе? О! У левой руке за лезвие тримая. Это особливость. И еще особливость, хоть это личится иконный помник, а лет, как бы, так с редко, что человек не сидит на коне, а стоит перед ним. тут символ того, что он сошел с коня. Сошел, конечно, сошел с его. Ну, сошел специально, что в этом месте, кладе меч, кладе меч, как будет город, будет заложен. Да, домы будут, будут жить люди, люди, восемь на такой символ. Ну, и помощь, все-таки волки, как запомин про это. И он такие интернациональные, глядите. Это американец, аутер литовского происхождения. Отлитый был в Белоруссии. Гранит был представлен в Украине при Леониде Кучме. А волк, с оправдой, не железный, а камень. Никогда был гранитный. С камнем. Ну, вот. Мы вам... Сколько различного, что помник будет Соливан и Каренкаля горы, но потом заседала литовская комиссия специально, и выросли его, где оставить его тут на площади. А после помника еще отбудовали палац. Да, вот здесь палац, это правительство, и он был одно... Ну, как бы... Одновленный. Одновленный, ну, практически... На разборенных фундаментах. Да, да. Отбудованный снова после... После 90... Это было открыто в 96-м году, а это еще позднее. Мы сюда приезжали в Вильнюю с собрами, и мы так само унесли наши грошики здесь с Олегом. Тут женщина, была такая крамка, а это место было все за плотом, огорожено. И он будовался. Мы, наверное, не видели, что там будуют. А мы сказали, что они кажут, мы отбудовываем вот это. А если в этой крамке, когда вы что-то набудете, то ваши гроши пойдут так само вольются. И мы купили тогда кубочки с видами Вильнии, Литвы. И может, что-то еще, но память уже не стерла, али кубочки докладно мы купили, и тому наши такие маленькие грошики так само лежат в этом... на этом месте еще в середине 19-го Стокгольца были рестки этого палаша, а потом его русские оккупанты разбрыли. это не на вина нам. То, что ты сейчас сказал. И вот такие люди, которые занимаются чем-то весь час. Ну все, давайте мы с вами пойдем с кафедральной, ну да, с кафедральной площади, как за все Данешке скажу, прозгетые в ущелье. На самом деле это таки проходик. Господи, эти преступки, я, калибни побашу, я бы сейчас так оступилася. И подойдем, поглядем, як там светло, эти променни освещают нашу... А, мы же не зашли во дворик. Зараз водорок зайдем. Мы хотели зайти ось туда, вот ой в охот. И я узгадала, что этот помник поглядеть, заветы будучи в Вильне и Литве, але ось брама, бачите, зачинена. Урочистый в охоту замок. Урочистый в охоту замок, так, да. И мы поглядем, может там есть иншую в охоте, к войдем, не, значит, одразу пойдем до башни Гедемина. Ну что, ой, еще один в охоту есть, да, Олег что? Нажаль зачинена. Да, нажаль зачинена. Вот там дворик, да. Такой типовый двор внутри палаца с антиладой. Может там помнит бачно? Ну, ничего. Ну, мы, конечно, потом зайдем в будние дни, и там обычно случайно все очинено той в охоту, я показывала крыку ранее. Ось мы от людей идут с прям стройными родами прям здесь с коляпками. Кваш, до башни Гедемины, я так думаю, альбуда речки. Альбуна мост. Что ты думаешь? альбуда речки, альбуда речки, альбуда речки. А вот вот что? А вот тут есть такая. Ковалки старые фундаменты. Такой как бы издок из того, что это был старый фундамент, моим побудованный, отбудованный палац. ина вот такая вот мостовая там. это вот такое вот здесь, где как бы издолж будинка, где таки огороживание такое, и там. И оно подсвешено специально, чтобы люди бачили вот этот оригинальность этого фундамента. Вот я не за счет думать про подтримку историчности и стараются не у яким разе нават старые будинки не зруйновать, а обновлять рестарральность, забудовать, перебудовывать снег и заховывать и заховывать. Видите? Мы же пойдем нашим шляхом, где никто не ведает. Только треба исти а вот вот яна. Глядите, как прыгоза, как прыгоза вот с этой позиции глядите. башня едемина. Давай сделаем селфи. И тяг или мч как так, что он весь блещит. Для дитя. И конечно, вось она эта проекция иде. Но они так расширяют, гэту корону сужают. Я так больше не бачу, что какой-то раздостайности. сказали что в небе и ось тот промень так само папа он опять сюда светит а может из той инсталляции куды и я зараз наближу специальный эксклюзивчик для наших сябров для наших знайомых наших свояков кому цикава для ухи кому цикава как прихож гэта высота мною пакуль невзятая вышиня глядзите мой видой невзятая вышиня мы пакуль вокруг да около всех гуляем это башня едемина а что робить так куль так я мужа одновляюсь я мужа набираю силы а зинчика боку меняется пара года можем калия станет теплее меньше мне придется апрынать вопротки теплой а табы легче будешь идти вверх поступово к взять эту вышиню потому что мне по поднимающейся в улице либо дорожки чемусь становится дрынновато начинается приступать на карди покой но уже больше редко стали меньше не протягивается ну вот так возьмем эксклюзивчик поглядеть на башню гибели на вашей красиво вовку пошла корона но колено снова раскроется опушлим разом заснимем и покажем вам о и такой на небе круг великий 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 круг я не могу и на вот уйдать увесь одразу камерой и зараз сузится о покрутиться еще покрутиться повертится мигает там мигают прям над головой вот я стою ой 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 зараз зараз прохожи так и и нижний и нижний оп и собрались малый малый кружочек ой и такое свежее поветро опять такая прогулка отбывается и я сподяюсь что вам будет тякаво и было тякаво с нами прогуляться на обратном шляху до дому мы все таки вы решили встать в черву на какую-то инсталляцию зараз мы его сетку рукаемся в черте и я наведу нас во университет скульпу шмак людей а не чека рукается утка и мы поглядем там что там за инсталляция про какую казалось мне какие-то хранители я не вас не решено ой искала что такое что такое да ось люди выходят люди выходят в обратном метро а мы вообще это у нас сетский дворик веке мы были опушьми разом тут был смех а а ось там проектор люди проходят давай пойдем на той бок на той бок там меньше людей ось ось стоять глядять мы зараз уставим сюда по будь собачкой так вот при увожу собачкой давайте уйти и станем ай вот это и луч ось глядите ооо не треба далей а вот далей доходите ой треба далей о а нет внизу поджинаем тоже иди 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 так что мы бачили で не Egg. これ мы находимся во så он Эм озеро с и справа э м Jungle мы стар dal великий потому что научный открытий какие нет шон там термая что он в таком футуристическом импрессионистском наближается а какой повеличивается собор бачишь какие что-то ой 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 не могу счет литерки литерки разбегаются литерки разбегаются может и университет веды наука что что означает вот оттуда из зверей все наука при ага из зверей при наука еды прось а мы до речи у те двери выходили кабра свитаться там злева часовня и мы разведаться с одним человеком так что это славутое веленская барокко скресливается из всех инсталляций что еще не бачил это сам эти да это такая прыгожая и музыка такая я покажу сзади вот там вот я все эти летите делать проекторы сзади это теперь какие-то часы такие складанные складанные часы тревожная музыка тревожная музыка я мы стоим не так далеко на отлеглости и не максима отразу весь так сказать будинок тому я вожу камерой копейки ну вот это дойдет может вы куда веретесь отойдем еще ровно не поместится музыка 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 И он так красиво поскорил. Ага, и он прихожий. Если он не плодается, то это не какие-то проекции. А ваша кровь пошла крылья. Это точно про войну. Сучасные. Глядите, желто-блакитный с крылью. Я лечу, что это как бы сучасные. И это сучасные часы. Ну, еще нет такой тяжкой музыки. Да, такая музыка. Нагадывай нам прохвяры. Музыка, она с дерева. Традичности же не верю. Так, да. Может, именно это тут и не выросли. Наведу это. Да. Да, да, да. Вот разрушение. Разбрыли. Ага, ага, все. Четыре хвилины длинусья. Значит, по-новому. Да, вот такой старой початку, поглядя. У меня немало початку. Почему вы хотите? Все, вы должны выходить, а не развалять место длиннейшим. Ну, все, вот мы сходим. Пусть мы сходим. Альма-Матер Вильнюска. Альма-Матер, да. Мы побывали зараз на инсталляции. Матворы к Альма-Матер. Это Вильнюсский университет. И вот, она на Сустрюшу заходе наступная. Сеанс закончен, короче. Да, так. Ну, если каляк четверо хвилин, тому черга рухается вельми водка. В общем, я вам покажу огульный дворок. Пусть там эти... Вильнюсский университет. На нашем шляху до дома мы не только трапили в инсталляции на прогляд инсталляции. Мы так само поставили у Чаржье, у таких киосках, в скверике, где мы вам початку показывали. Мы взяли глинтвейн и такие блинчики голландские, вельми смачные. Десять маленьких, круглых таких блинчиков с розными джемами и так далее. А потом пошли и очинили для себя еще один дворок. Еще с одной инсталляцией. Вот дворок какой-то национального музея. Али там не стали ездимать. Али, бачите, мы шли тут по одной из улицы и зашли в такой дворок гостиничный комплекс. Али, бачите, что? Повыше, каким вот та мужчина играя вельми знайомые прихожие мелодии советского часа. И вот так, да, чес, да, ось нас глинтвейчик заставки. Еще не допиты, допиваем. И мы тут, когда были в этом двороке, али были днем. Самым початком нашего пребывания. И на кольке тут, вот, глядите, ях, они так добрую подсветочку зарабили. И такие фонарки, в общем, вокруг такого древа великого. И тут вот променьше, так и светит, знал. А там, гляди. Ну, так. Ах, глядите, какая подсветочка. Зараз, ну и поглядь. Что там? И там вот в окне, в правом окне. Так. Ага. Какие там стеги? Вот в правое окно. Так. О. И какие там стеги? Я же не бачу. Там белый, белый и желтый, блакитный. Ага. Так это готель, так? Да, и да. Такой прохожий дворик тут. Ай, молодцы. Вот так все. Вот с такой любовью зроблено. С таким креативом. Ой. Я меркую... Дам дорогие ресторации. Дам дорогие ресторации, дорога. Я меркую, что по кольке. Гэта сучасная уласнасть, то люди... Приватная уласнасть. То люди, люди робят так, ну, як они хочуть, по первому, а по другое, с любовью, со старанием. Никто их не промышляет. Они тратят гроши, свои бизнесовые зарабляльные гроши, как привабливать людей. И вот... Вот... Тут такое покрытие. Вот, видите, вот такое вот. Камешки такие вот. Ой, это... И вот пришли у нас гости. И вот, и все из детьми, и собачки. И вот, глядите, как антитиляция тут. Приватная вот еще один детенок с папой. Вот так. Хотя уже, амали, 11-й год. Это галактика. А-а-а! Это целая галактика. Гастрономическая галактика. Это же... Агастрономичная галактика. Что тут есть кухня всех, всех, как бы... Ну, розыкранинок. А-а-а, прикольно. Отпачиваете, вот, то, что я скажу, вот, как люди здесь, он и шедный. Эти шли, приходят с галясками. И на ручках еще. И вот такая гастрономичная галактика. Вась. И такое, папа, это что, дуб у нас или что? Это, видимо, такое моцное древо. Это, видимо, ясень. Ясень. Ну, добра. Ну, и молодь здесь такая. И все-таки... Ну, это свободная, это прозрачливая. Ебейцы. Ну, вот город вольных людей. Ни одного полицейского. Кроме там, знакомого. Ничего такого не... Нигде. И того знакомого мы испытали. Я испытала. А? Да. А что здесь? И я скажу. А яйка проходит святкование. Это же шею. 25-й, 26-й, 26-й. Шествертый день. Он говорит. Все спокойно. Все доброе. Все нигде. Хочет. Там, чтобы... Что си. Там контролировали. Рамки проходили. Какие-нибудь турникеты. Мось, не дай бог. Там кто-то где-то шаг право-вело. Ничего. Все. Спасибо. Спасибо. Спасибо за такими красивыми музыками. Спасибо. Где вы? Из Беларуси. Из Минска. Я так само. Вы так само? Из Беларуси. Ну, так да. Ой, здорово. Мы так добрый гуляли. Грали. Ну, я как. Извините. Ну, доброе. Сколько уже тут? Два года. А мы... Новейшие истории, так? Мы вышли с этой инсталляцией, с университетского отбора. И зараз, как уже шпат разов, по улице Пилис, вертаемся до дома. У нас сегодня была все очень интересная прогулка. Разум с Таней. Спасибо вам, что вы с нами прогулялись. Умели терпение все это поглядеть, все инсталляции. И я сподяемся, что было цикаво. И то, что Олешка рассказал. Так? Ну, максимум. Можа будя... Самое главное, что мы приканалися, что это свято не только и то, что все, но и наши, и белорусы. И белорусы, и еще гостей в Вильне, и остальных людей. День народжения, это тем больше юбилейный, тем больше не про мовый день и про десятки годов, про сотни. Все, все. Но можно завалить все-таки у всех восемьсот годов. Молодые городки. Да, довольно молодые. Но это правда не из Минска. Но это центральная частка, такая старая Вильня называется. И такая прихожая. А люди тоже не губляли сейчас, буддавали свой город. А они и зараз его и будуете, перебудовываются, обновляют, не разбирают, я уже сказала, и заховываются. Поэтому, дякую вам великое еще раз за гэтую прогулочку. А у нас уже машинка. Да, у нас машинка. И до наступных прогулок по Вильне наших расповедов. До побачивания. До побачивания. Пакуй.